Владислав Бермуда Владислав Британии, Израиля и Латинской Америки. Его креативный ум поражает, а революционные проекты обсуждают на федеральных каналах. Выступления почти всегда признаются самыми яркими и энергетически заряженными. Он выступал на одной сцене с такими мировыми экспертами, как Гаррет Джонстон, Майкл Бэнк, Джоди Соппер. Среди его клиентов более 400 компаний, включая 26 компаний с оборотом от 1 миллиарда. Такие как Мэйл Групп, Сузуки, ГРАС, Кардиант, Кодекс, ТАЦПИРТПРОМ, Промис. Автор пяти книг для предпринимателей, среди которых 88 креативных идей на миллион. Основатель двух онлайн-школ с европейской сертификацией. Обладатель многочисленных премий в области предпринимательства. Преподаватель бизнес-школы «Синергия». А также почетный член Европейской ассоциации преподавателей высшей школы «Хистес». Посмотри на бизнес по-другому. Владислав Бермуда. Раз, 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 раз. Всем привет, привет. Ну что, я очень рад быть вместе с вами. Давайте вам в первую очередь поаплодируем, потому что вы здесь главные. Ну рассказывайте, как тут без меня Армения? Знает меня хоть немножечко? Видели меня в интернете? Кто знаком со мной вообще? Есть? О, есть, есть. Супер, отлично. Друзья, вы знаете, сегодня будет масса всего интересного. Я сегодня подготовил для вас… Я сегодня подготовил для вас самое нестандартное решение, которое позволит вам в кратчайшие сроки удвоиться. Как вам такая мысль? Отлично. Для этого мне нужно задать вам пару вопросов. Зачем книжки читаете? Книжки читаете. Зачем? Вообще. Чтобы получить что? Информацию. Отлично. А вы зачем? А вы зачем? Тоже информацию. А вы зачем? Добавить знания. Отлично. Вы знаете, я считаю, что основная ценность книг не в том, что в них написано, а в том, на какие мысли она тебя наводит. У кого такое было, что вы читаете книгу, и у вас совершенно мысли не про то, что в книге написано, а совершенно какие-то другие. Это как активатор такой получается. У кого было? Поднимите руку. Вот. И основная ценность не в том, что я вам буду говорить, а в том, на какие мысли это вас наведет. Я хочу, чтобы вы вышли отсюда с одной лишь мыслью. А что, так можно было? Если так произойдет, я пойму, что я сюда прилетел не зря. Договорились? Вы знаете, я считаю, что если ты хочешь иметь то, что имеют другие, то и надо делать так же, как делают другие. А если хочешь больше, надо по-другому. Когда-то был такой форум. Я, кстати, если в долларах буду говорить нормально, ориентируйтесь? Или лучше в рублях? Хорошо, в долларах. Значит, года 3-4 назад я был на форуме на таком Атланты. Возможно, вы слышали. Это форум, 2000 предпринимателей в Москве. И минимальный вход 300 долларов. И тебе дают бейджик эконом. И ты такая ходишь, такая прикрываешься эконом. Такой бейджик свой прикрываешь. Потому что, хотя заплатила 300 долларов за вход. И знаете, можно было вычислить эконом по белым бейджикам, которые переворачивали другой стороной. Вот, да. И там выступал Тони Фернандес. Там выступал Тони Фернандес. Это владелец AirAsia. Возможно, вы летали его авиакомпанией в Таиланд. Может быть, кто-то летал. И когда была возможность задать ему вопрос, я выбежал к микрофону и говорю, Тони, почему ты до сих пор не сделал первую в мире авиакомпанию, которая бы позволила людям летать совершенно бесплатно? Они же этого достойны. Такая тишина в зале думает, господи, кто его пустил к микрофону вообще? Какая авиакомпания? Какие бесплатные перелеты? О чем он говорит вообще? Он говорит, в смысле? Что вы имеете в виду? Я говорю, стоимость перелета из одного города в другой порядка 100 евро. Если разделить это на 7 дней, то получается порядка 15 евро. Неужели отель не может дать скидку в 15 евро, чтобы на неделю заселить к нему людей? Поднимите руку. Кто считает, что отели могут дать скидку в 15 евро, чтобы на неделю заселились люди? Конечно. И не надо брать деньги с людей, пускай летают бесплатно. Он такой, ход ваших мыслей мне нравится, но я не думал об этом, потому что они у меня и так слишком дешево летают. И в этот момент я понял одну истину. Я понял, что я этот проект буду делать без него. И буквально через два месяца после этого мы запустили проект, он назывался Fly Free, летай бесплатно. И мы стали отправлять в 7 стран людей совершенно бесплатно, просто один раз покушав в ресторане. А вот. Те, кто знает, в Москве есть сеть Mason Delos. Это самые дорогие такие рестораны. Это Turandot, Щенок. Вот, собственно говоря, у них. Нужно было покушать всего лишь на 150 долларов, и ты летишь в Европу туда и обратно бесплатно. Я вас уверяю, на 150 долларов закрыть стол не так уж сложно там. И не надо было копить полтора года миль. Так вот, чтобы создавать подобные проекты, ну, по сути, революционные, потому что никто до этого никогда этого не делал, было потрачено всего лишь 3000 долларов. и два месяца, и четыре человека. И могу сказать то, что это получилось просто за счет того, что мы перераспределили определенные денежные потоки, а на самом деле, по-русски говоря, это кросс-маркетинг. Просто партнерская история. То есть мы перераспределили деньги на отели, на визовые центры, на duty free, на других игроков, и таким образом компенсировали людям перелет. Вот и все. Ничего сверхъестественного мы не придумали. Это может сделать каждый. Даже вы можете уже у себя сделать этот проект, если захотите. Ничего сложного нет. Но фишка в том, что мы, когда находимся в своем бизнесе, когда мы находимся в своем проекте, у нас замылен взгляд. И моя задача сегодня показать вам другой, интересный, нестандартный взгляд на то, что вы делаете. Вы знаете, один из самых… Давайте так на презентацию начнем. Вот. Ну, это немного моих кейсов. У меня их сотни, чтобы вы понимали. У меня даже книжка одна написана. У меня пять книг. И одна из них – компания, что был сделан, результат. Компания, что был сделан, результат. То есть там было 4 миллиона. Это 50 тысяч долларов, грубо говоря. Стало 150. То есть не будем заоцетрять внимание, просто поймете. Закон богатства. Как звучит закон богатства? Как вы считаете? У кого какой закон богатства? Какие у вас есть законы богатства? Что пассивный доход? Чтобы был пассивный доход. Хорошо. Что еще? Трудолюбие, целеустремленное. Молодец. Очень хорошо. Так, что еще? Какие еще законы богатства знаете? Планирование инвестиций. Молодец. Так. Деньги работают из вас. Очень супер. Вы знаете, я считаю, что основной закон богатства сначала отдаешь, потом получаешь. То есть, когда мы понимаем, что мы хотим что-то получить от рынка, нам нужно в первую очередь подумать, что мы готовы ему отдать. Кто знаком с кросс-маркетингом, коллаборацией? Кто выстраивает коллаборации вообще? Поднимите руку. Есть такие люди? Нет. И вы знаете, я сегодня вам расскажу очень важный момент. Коллаборация – это один из важнейших инструментов безбюджетного привлечения клиентов. Почему? Потому что, когда ты выстраиваешь коллаборации, коллаборации – это взаимодействие между партнерами, между игроками. Ты выстраиваешь, в первую очередь, во-первых, взаимоотношения. Ты выстраиваешь взаимоотношения, ты выстраиваешь долгосрочные взаимоотношения. Возможно, какие-то в дальнейшем инвестиционные какие-то решения появятся. Второе. Ты получаешь неограниченный поток новых клиентов. Объясню почему. Потому что, когда вы выстраиваете рекламную кампанию, вы тратите деньги. Тратите же? Да. И у вас один поток, ну два, ну три, ну пять. Когда выстраивается коллаборация, у вас может быть 30, 40. То есть, один раз договорились с партнером, мы сегодня об этом будем говорить, как это сделать и каким образом. И у вас идет поток. Со вторым договорились, у вас идет поток. С третьим договорились, у вас идет поток. И таких может быть 30, 40, 50 и больше. Понимаете? И не нужно туда тратить никаких денег. Давайте я вам приведу простой элементарный пример. Я был как-то в одной крепости, и там огромное 5000 человек в сутки проходят в крепости. И там стоит лучник. Вот этот вот, знаете, из лука стреляет, который, ну ты можешь подойти и там за полтора доллара выстрелить один раз из лука. И он, я 20 минут стоял, смотрел, никто к нему не подходит. То есть, люди проходят толпами, толпами, а он стоит и ничего, то есть у него пусто. Теперь скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, что нужно сделать было в элементарном вот в этом кейсе, чтобы полностью загрузить данного лучника работой и еще, чтобы у них сразу было там, не знаю, х-100 по выручке? Что нужно было? Давайте по руке. Дать историю лучника. Сложно. Есть проще. Но хорошая мысль. Такая первый раз мысль, кстати. Демонстрация. Ну, он периодически там что-то там делает, демонстрирует. Что еще? Несколько человек, чтобы бесплатно выстрелили. Ближе. Что еще? Показать, что получит, какой приз может получить, например. Так, что еще? Я понял. Друзья мои, смотрите. Скидки работают только до тех пор, пока другой сосед об этом не узнал и не сделал дешевле, чем у этого соседа. Потом этот узнал, сделал дешевле, чем у этого, в итоге никто не зарабатывает. Поэтому мы сегодня о скидках не будем говорить. Мы будем говорить, как сделать дороже, чем у соседа. Так вот, что нужно было сделать в первую очередь? Элементарная штука. Надо было при покупке каждого билета дать один выстрел. Закон богатства. Отдаешь, получаешь. Даже никто, что типа несколько. Всем. Вы представьте. То есть, поднимите руку, кто бы воспользовался. То есть, вы приходите на какую-то экскурсию в крепость. И вам дают, вы купили билет, и вам дают, пожалуйста, иди выстрели из лука. Кто бы пошел бы и выстрелил бы из лука? Поднимите руку. До ползала. Конечно. Ребят, пять тысяч человек в сутки проходимость. Две с половиной тысячи человек, если по статистике. А что произойдет, когда ты не попадешь разочек? Как? Конечно, захочешь. Азарт. Конечно. То есть, все. А следующий выстрел полтора-полтора доллара. Можно ставить их просто. Можно только на этом и зарабатывать. Понимаете? Больше, чем на крепости. И это у нас все под ногами. Действительно. У нас это все под ногами. Мы не видим вот этих вот возможностей. Или же, например, элементарно тоже был на отдыхе. Смотрю коммерческий пляж. Там эти гидроскутеры. Ребят. Пустые. То есть, никто на них, как китайцы. Но коммерческий пляж за деньги, огромное количество людей. И никто не катается. Десять там мотоциклов этих стоит. Что нужно сделать? Молодец. Быстро учишься. Супер. Конечно. Мне было три минуты. Три минуты достаточно. При этом дать, чтобы человек депозит оставил. Если вдруг он покатается больше трех минут, чтобы с этого депозита у него вычлели. Или все. И сразу они стали кататься. Люди видят, что востребовано, уже интереснее становится. И при этом ты отдаешь, потом получаешь. Не надо жадничать. Ни в коем случае. Я хочу, чтобы вы, когда вы создаете свои проекты, бизнесы, в первую очередь подумали, что вы можете отдать. Потому что зачастую себестоимость этого гораздо меньше, чем стоимость потенциального клиента. То есть это дешевле, чем тратиться деньги на рекламу. Объясню. Как вы думаете, что можно отдать в ресторане? Что в ресторане себестоимость этого меньше, чем стоимость потенциального клиента? Кофе. Кофе. Что еще? Вода. Что еще? Ну что? Шоколадка. Десерт. Что еще? Хлеб. Что еще? Бокал шампанского. Отлично. Что еще? Что он может взять с собой? Что он может взять с собой? Друзья мои, детское меню. Да. Я вам больше могу сказать. Практически все. Практически любое блюдо, практически любая какая-то еда, себестоимость этой еды, если мы не будем придираться налоги, аренды, еще что-то, я конкретно просто про еду, меньше, чем стоимость потенциального клиента в этот ресторан. Даже детский обед сюда входит полноценный. Знаете почему? Потому что вот в России, например, я думаю, что здесь тоже приблизительно такая, ну плюс-минус, себестоимость детского обеда в ресторане – доллар. Себестоимость детского обеда в ресторане, по громовке если. А стоимость привлечения клиента от пяти. И что это значит, если мы это осознаем? Если мы понимаем, что себестоимость детского обеда – доллар, а стоимость льда – пять. Что мы получаем? Что мы получаем? Какое осознание? Мы получаем осознание того, что нам гораздо выгоднее кормить детей бесплатно, чем тратить деньги на рекламу. Да вот вы тут с анекдотами, это попозже. Это уникальность, уникальность уже, я понял, так? Я напишу об этом пост, когда заточу. Анекдот можно говорить? Супер. Супер, спасибо огромное. Я обязательно послушаю, просто сейчас пока в потоке, ладно? Чтобы не сбиваться. Друзья мои, себестоимость обеда меньше, чем стоимость потенциального клиента. Это значит, что нам гораздо выгоднее кормить детей бесплатно, чем тратить деньги на рекламу. Потому что, скорее всего, пока мама не начнет кушать, ребенок тоже не начнет. Первый момент. Второй момент. Если она закажет хотя бы чашечку кофе, уже отобьет вперед уже всю эту историю. Понимаете? А по факту мы можем кормить детей бесплатно. Да. Можно, но не нужно. Ну то есть, а зачем? Ну то есть, ребят, смотрите, если у вас работает реклама, очень круто. Вы знаете, я почему не говорю про интернет-маркетинг? Я не говорю о том, что он плохой. Как вы думаете, почему я не рассказываю про интернет-маркетинг? Почему я не говорю то, что это инструмент интернет-маркетинга? Нет, потому что я не умею этим делать. Вот и все. Если вы умеете делать крутую рекламу, которую там рубль положил, получил 5, ни в коем случае не прекращайте. Я про альтернативу. То есть, понимаете, чтобы была у каждого альтернатива, вы можете туда, а можно вот сюда, куда я говорю. То есть, выбрать. На самом деле, например, медицинские центры. Я много с медицинскими центрами работаю. Та же самая история. Себестоимость, например, МРТ, меньше, чем стоимость потенциального клиента в медицинский центр. А МРТ стоит 50, 60, 70 долларов. Представьте себе. То есть, даже в таком уровне, ну, как бы в чеке, мы тоже нам это гораздо выгоднее. То есть, по сути, осознавая это, мы понимаем, что нам гораздо выгоднее отдать МРТ бесплатно людям, чем тратить деньги на рекламу, на привлечение в медицинский центр. Смотрите, это хороший вопрос. Если не тратить деньги на рекламу, откуда узнают, что это бесплатно? Смотрите, когда человек приходит, то есть, есть два момента. Первый – это закон богатства. Второй – это создание добавочной ценности. Мы привлекаем людей в медицинский центр посредством партнерских взаимоотношений. К примеру, ресторан. Вы приходите в ресторан, вам говорят, покушай на 30 долларов, ничего не получишь. Покушаешь на 50 долларов, МРТ в подарок. Хорошая акция. Слушайте, слушайте. Вы понимаете, про что я? То есть, по большому счету, ресторан, к примеру, таким образом увеличивает свой чек. Даже если тебе это МРТ не надо. Как говорит моя любимая жена, пускай будет. Пускай будет. Это можно подарить. Это можно… И здесь дело не в МРТ, дело в инструменте, друзья мои. Я вас умоляю. Не думайте прямо о том, что вот это так и все. Я хочу, чтобы вы начали думать об этом. Моя задача заключается в том, чтобы вы посмотрели по-другому. То есть, если, к примеру, то есть вы приходите, ну, там, не знаю, в салон красоты. Приходишь в салон красоты, тебе говорят, если сделаешь обычный маникюр, ничего не получишь. Сделаешь шелак, получше какой-нибудь, подороже. Получишь месяц детских обедов в соседнем ресторане, целый месяц ребенок может кушать бесплатно. Хорошая акция? Конечно. А что… Давайте посмотрим выгоды. Первое. Что получает салон красоты при такой акции? Он получает увлечение чека, в первую очередь. Деньги. Что еще? Он получает клиентов, особенно по сарафанному радио. Да? Потому что об этом, естественно, будут рассказывать. Одна мама пошла, сделала там подорожный маникюр, пришла, покушала ребенка, накормила. Естественно, она всем подругам об этом рассказала. Мы получаем совсем другую историю и увеличиваем чек. Что получаем? Что получает ресторан? Ресторан получает за себестоимость обеда, то, что мы сейчас проговорили, человек, который здесь сидит, еще и с мамой, ребенок. Вот она что? Вот она коллаборация. Ответил на вопрос, откуда? Конечно. И мы вот эти коллаборации можно выстраивать бесконечно, друзья мои. Это что касается первой части. Закон о богатстве для того, чтобы что-то получить, сначала отдай. Вторая часть. Создание добавочной ценности. Я когда раньше летал, у меня была такая, знаете, интересная фишка. Я брал листочек бумажки или карандаш и говорю, кто хочет купить карандаш за 100 долларов? Как вы думаете, сколько было рук обычно? Обычно одна. То есть кто-то один точно. Такой, да, я готов, давай что-то интересное. Но не особо много людей хотели за 100 долларов купить обычный карандаш либо пустой листик бумаги. Странно, да? Потом я говорю, давайте я создам добавочную ценность. Те, кто купит сейчас за 100 долларов листик, получат на 500 долларов на мою международную образовательную площадку доступа. Хоп, 5 рук. А мне это уже бесплатно, потому что у меня там курсы были и разные, они мне уже ничего не стоили, потому что выкуплены были лицензии. Потом я говорю, давайте я добавлю туда еще на 700 долларов. Хоп, еще 10 рук. Потом я говорю, давайте я туда добавлю еще совет индивидуальный по вашему бизнесу от себя стоимостью 100 долларов. Хоп, еще 5 рук. Потом я беру флипчарт и говорю, давайте так, кому нужна предпринимательская аудитория? И там все поднимают руку. Я говорю, окей, а что вы готовы отдать, чтобы получить эту аудиторию? И люди начинают, я отдам месяц, например, занятий в своем фитнес-клубе. Они понимают, что себестоимость месяца, тем более, скорее всего, человек еще не пойдет. Меньше, чем стоимость привлечения клиентов в фитнес-зал. Потом другой говорит, я отдам там оправу для очков в сети оптик. Третий говорит, я отдам там 5 занятий для ребенка робототехники. Четвертый говорит, я отдам там в онлайн-школе какие-нибудь занятия, еще чего-то. Я это все записываю на флипчарт. Я говорю, окей. И когда там полный список проявлялся, я говорю, окей. Все, кто купит сейчас листочек за 100 долларов, получат вот это все. И как вы думаете, много рук было? Конечно. Да не, не все. Это в Мюнхене только у меня было 100% конверсия. Все подняли руки, все вышли и оплатили. А обычно процентов 20-30 из зала. Но извините меня, если сидит 300 человек, 20-30% это хорошее. Вы можете сейчас сразу пересчитать математику. Да. И я наглядно показывал, что смысл не в том, что вы продаете, а смысл в том, какую ценность вы туда вкладываете. То есть пустой листик бумаги, причем мне это ничего не стоило. Я собрал даже 80% с других людей подарков. Понимаете? И создал огромную добавочную ценность этому продукту. И людям это интересно купить. И они в этом увидели ценность, потому что они в этом увидели экономию огромную. Я когда-то написал свою первую книгу, она называлась, ну и сейчас называется «88 креативных идей на миллион». И когда я ее написал, я понял, что это идея, там, крутая книга, и пришел в издательство. Меня никто не знал. У меня не было мировых гастролей, у меня не было миллиардных компаний в портфеле. У меня ничего этого тогда не было. Просто были крутые идеи, нестандартные. И я пришел в издательство. И мне они говорят, книга крутая, но максимум, что мы можем тебе дать, это полтора доллара с каждой книжки, и 10 долларов она будет на полке стоить. Я послушал и говорю, вы знаете, моя книга будет стоить 80 долларов и будет разлетаться, как горячие пирожки. Это в 8 раз дороже рынка. А как это сделать, я придумаю. Они засмеялись, говорят, не забудь финансовый отчет прислать. Через 4 месяца я прислал им финансовый отчет, было продано более 400 книг, на сегодняшний день более 3000 книг, не считая подарена. И вопрос, как же я это сделал, а самое главное, как вы эту технологию можете применить у себя. Именно поэтому вы сюда и пришли. Я пришел домой и стал думать, как продавать в 8 раз дороже рынка. Как продавать в 8 раз дороже рынка, а не делать дешевле, чем у соседа. Я позвонил своему подрядчику, человек, который делал мне лендинги, сайт, лендинги, и говорю, скажи, тебе нужна платежеспособная аудитория, которая книжки покупает по 80 баксов? Говорит, конечно. Я говорю, а что ты готов отдать, чтобы эту аудиторию получить? Он такой, скидочку. Я говорю, не, скидки мне не нужны. Я говорю, что ты конкретно готов отдать, полноценный продукт какой, конечный? Он такой, трехэкранный лендинг для теста ниши подойдет? Я говорю, сколько рыночная стоимость? Он такой, 80 баксов. Я говорю, отлично. Потом я звоню бухгалтерии, и они мне отдают месяц бухгалтерии. Потом я звоню юристам, и они мне дают три составленных договора и три месяца юридического сопровождения. Потом я звоню дизайнерам, они мне дают дизайн макет визитки, дизайн макет коммерческого предложения, дизайн рекламного макета. Потом я звоню фотографам, они мне отдают полчаса фотосессии. Я за один день создал добавочные ценности, взял продуктов у подрядчиков на 800 долларов. И то, что мне это совершенно ничего не стоило. И поменял парадигму. Я говорю, окей, давайте так, вы не переплачиваете в 8 раз дороже рынка, а вы экономите в 10 раз те деньги, которые вы бы потратили в течение нескольких месяцев. Люди такие, да, реально, мы же тратим деньги на лондоса, мы же тратим деньги на юриста, мы же тратим деньги на бухгалтеров, на дизайн, мы же на это тратим деньги, а нам не надо на это тратить, просто купить книжку надо за 80 баксов и еще там кучу идей крутых. И у меня стали получаться продажи. Но мне было мало. Я подумал о том, как сделать так, чтобы отбить за один день полностью все вложения, это около 5000 долларов. Ну, на диктзайн, на редактуру, на все, а потом пойти в плюс. Я пошел в ресторан в центре Москвы и говорю, отдайте мне сертификаты с номиналом 80 долларов на них, ну, на 80 баксов за 40 долларов. Оптом, вперед. На меня директор смотрит, говорит, вообще в своем уме. Мы 10 процентов скидку-то не всем даем. Это такое, чтобы мы тебе половину отдали. Я говорю, да, отдадите и будете счастливы, что я вообще к вам пришел. Через полчаса коммуникации я выкупаю у них 100 сертификатов на общую сумму 4000 долларов. И делаю презентацию книги. И на презентации книги я говорю, те, кто купит у меня сейчас книгу, получат на 800 долларов подарков от партнеров и плюс 80 долларов сертификат в ресторан караоке в центре Москвы. Пожалуйста, идите, пойте, кушайте вообще без проблем. Как вы считаете, это хороший оффер, хорошее предложение? Конечно! И я продал огромное количество книг. Но самое интересное было дальше. Что же происходило потом? Два месяца был длайн, чтобы активировать этот сертификат в ресторан. Люди стали приходить по сертификату. Себестоимость, номинал получается 80 долларов, средний чек 60 долларов. Себестоимость 20 долларов. А теперь доходимость. Как вы думаете, какая была? Как вы думаете, какая доходимость была? Точно. 20 процентов. 20 процентов. И это еще расстроился, потому что я думал, что она будет гораздо меньше. Когда мы отправляли людей в Европу, процент вылет был около 13 процентов из тех людей, которые получали эту возможность. Люди не пользуются, будь здоров, правду говорю, люди не пользуются тем, что им дается в подарок. То, что им дается, то есть за что-то. Процент доходимости 20 процентов. И что мы получаем? Смотрите, мы получаем следующее. У нас номинал 800, это сейчас не 800, это номинал 80, себестоимость, себестоимость, средний чек 60, себестоимость 20, доходимость 20 процентов, соответственно 4 доллара. 4 доллара умножаем на 100, получаем 400 долларов. А теперь загадка. Как вы думаете, что за цифра 400 долларов получилась? Точно, молодец. Это затраты ресторана на все вот это. А сколько я им заплатил вперед? 4 тысячи. А сколько они заработали? 3 600. Не считая рекламы, не считая повторных покупок, не считая всего вот этого. То есть это кэш в моменте. Понимаете? И смысл в том, как я могу тебе отдать скидку в половину, если я 10 процентов то не всем даю. Он отдал половину и заработал в 3 раза больше, нежели обычно зарабатывал. А что получил я? Я получил то, что на рынке стоит 80 долларов, за 40 долларов, включил в стоимость книги и получил огромную маржинальность. каждый из вас может сделать то же самое. Что для этого нужно? Вам нужно понять свою целевую аудиторию. Друзья мои, можете записать. Вам нужно понять свою целевую аудиторию и понять, что им еще нужно из высокомаржинальных каких-то позиций. то есть если у вас целевая аудитория мамы, например, то тогда каких партнеров мы можем взять? Кто нам в партнеры подойдет? Откуда мы можем гнать трафик? Детский центрик, что еще? Где еще мамы? Салоны красоты, супер, спа, что еще? Магазины одежды, конечно, что еще, откуда мы еще можем детское питание. Представляете, сколько огромное количество потенциальных партнеров, причем везде там есть продукты, себестоимость которых меньше, чем стоимость потенциального клиента. Если мы возьмем, например, детский центр, детский центр для ребенка, как вы думаете, что у них может быть себестоимость меньше, чем стоимость привлечения клиента? игра, игрушка, а если еще круче взять? А еще? Самое проще. У них мы можем взять дни пребывания в этом центре. Часы, дни, месяцы может быть даже. Потому что когда я работаю с детскими центрами, например, а им выгодно, если у них LTV, знаете, что такое LTV, lifetime value? Это сколько денег приносит всего вам человек, то есть за всю свою жизнь, по большому счету. И вот этот показатель очень круто считать. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что если вы начинаете считать LTV, то тогда вы можете совершенно на других условиях договариваться с партнерами, давать гораздо больше. Потому что если у вас в среднем ребенок ходит в детский сад там, например, год, то вы совершенно спокойно можете месяц отдать какому-то партнеру. Если у вас в среднем год ходит. Да, девочки? Вот. Если год ходит, то мы можем отдать месяц совершенно спокойно. Почему? Потому что мы заработаем еще на 11 месяцах. А это хороший подарок? Как вы считаете, например, когда ты приходишь, покупаешь какой-нибудь джинсы, купил джинсы и получил месячный абонемент для ребенка в детский центр? Это интереснее, чем 5% скидка? Ну, конечно. Вот я про что. Я помню, сидим, выступая на какой-то конференции, уже не помню, сидит женщина и говорит, Влад, это, конечно, все круто, но у меня особенный бизнес. Я говорю, какой? У меня бухгалтерские услуги. Я говорю, особенный, никто не спорит. Я говорю, сколько у вас средний чек? Она такая, в месяц получается 500 долларов обслуживания бухгалтерии, аутсорс. Я говорю, сколько вы зарабатываете? Она говорит, 250. Я говорю, а сколько вы мне отдадите комиссионных, если я вам приведу прямо сейчас клиента? Как вы думаете, сколько она сказала? Она говорит, я женщина щедрая, поэтому половину от того, что я заработаю, то есть 100 получается 120 долларов я тебе отдам. Я просто считаю, в голове в доллары перевожу, поэтому немножко я говорю, да, спасибо. 300 человек сидит, я говорю, а кто бы из вас хотел бы ввести клиентов этой замечательной девушки и получать по 120 долларов? Как вы думаете, много было рук? Было 10 рук из 300 человек. Я говорю, а теперь давайте подумаем, а сколько у вас LTV? Она говорит, а что это такое? Я говорю, отлично. хорошо. Объяснила, что это такое. Она такая, ну минимум три года со мной человек, ну то есть бухгалтерию, когда кто-то заводит, минимум три года. Я говорю, то есть мы можем считать спокойно сумму за три года. Говорит, вообще минимум. Я говорю, отлично, давайте посчитаем. Если мы возьмем, например, из 500 долларов, 250 умножаем на 36 месяцев. Есть у кого-то калькулятор? 250 долларов умножить на 36 месяцев. 9000 долларов, да? 9000 Ребят, 9000 долларов. Я говорю, слушайте, то есть вы понимаете, что вы заработаете с этого клиента 9000 долларов? Она такая, ну да. Я говорю, а мне вы отдадите 125 долларов? Вам мне кажется немножечко несправедливо как-то? Она такая, блин, точно. Я говорю, сколько? 500. Прошло две минуты. С момента, как она готова была мне дать 120 долларов, и она поняла, что она может совершенно спокойно позволить себе отдать 500. Я спрашиваю, кто готов с ней запартнериться и вести ей клиентов за 500 долларов. Как вы думаете, сколько рук было? Ползала. Чувствуете разницу? Просто посчитала LTV у себя в осознании, то, что она сама, не я ей говорил эти цифры, она сама подумала, она поняла, что со мной клиент три года, что каждый клиент, который заводит к ней в бухгалтерию, в среднем ей приносит 9000 долларов. ее вознаграждение выросло до 500 долларов. И это интересно партнерам, гораздо интереснее. Чувствуете разницу? Вот это и есть. Поэтому обязательно посчитайте ваше LTV, посчитайте сколько времени человек с вами, когда он у вас сколько покупает, и тогда, когда вы поймете, что там цифра ого-го, вы на другом языке будете общаться с партнерами. И вам психологически будет гораздо проще выстраивать эти все цепочки и коллаборации. Друзья, это понятно? Круто. Теперь смотрите, я хочу вам рассказать про очень важный стимулятор сарафанного радио. Ну давайте, сейчас вам дам пару фишечек крутых. Сарафанное радио. Кто считает, что сарафанное радио это один из самых таких крутых инструментов? Да. Как-то общаюсь с компанией с одной, я говорю, а сколько вы денег тратите на рекламу? Они такие, 15 тысяч долларов в месяц. Я говорю, отлично, а сколько вам процентов приносит реклама? Они такие, ну где-то 20 процентов от всей прибыли. Ну то есть то, что на рекламу тратится. Я говорю, а 80 процентов вам приносит сарафан и 20 процентов реклама. И на рекламу вы 15 тысяч долларов в месяц. Они такие, да. Я говорю, а на сарафан сколько? Они такие, нисколько, это же сарафан. Мы делаем качественный продукт, о нас говорят и все. Я говорю, вам не кажется странным? То, что вам приносит 80 процентов, вы туда деньги не вкладываете. А то, что приносит 20 процентов, вы туда по 15 тысяч долларов в месяц. Они такие, блин, реально? Но это же сарафан. Как же его стимулировать? Даю вам два инструмента простейших стимуляций сарафанного радио. Сегодня сделайте, через неделю уже получите результат. Первый. Вот помните вот эту тему приведи друга, получи 500, ну там 10 долларов. Ребят, это работает в эконом-классе в основном. Чем более статусные люди, тем меньше это работает. Ну потому, что почему я должен зарабатывать на своем друге? Ну то есть, а вдруг он узнает то, что это, это я за него комиссию получил. Ну, согласны? А теперь по-другому. Когда к вам человек приходит, без разницы, обращается в вашу компанию, то есть, вы спрашиваете, ты от кого? Он говорит, я там от Самвела. Он говорит, окей, вы смотрите базу, вы смотрите базу и отправляете какую-то денежку, какой-то подарок этому человеку. Он не ожидал этого. Вы начинаете благодарить людей, которые вас рекомендуют, но перед этим с ними не договарившись. И тогда вы начинаете работать на энергии благодарности, а не на энергии коммерциализации. То есть, и он становится вашим амбассадором. Понимаете? То есть, он становится так, а что, так можно было? То есть, всегда нужно благодарить тех людей, которые вас порекомендовали от чистого сердца. Это понятно? Вы мне уже это... Нет, наоборот. Я просто уверена, что у многих есть вопросы, и мы, наверное, хотели бы задавать вопросы. На это у нас всего лишь останется 15 минут. Давайте. Сейчас я быстро расскажу второй, и потом вопросы будут. И второй инструмент. Каждый ваш клиент должен получить три подарочных сертификата для своих друзей. Вот это прямо вот элементарная штука, которая на 30% сразу оборот у вас вырастает. Потому что три. Потому что один мало, опять много. это просто из статистики. Три. Но там есть маленький нюанс. Первый момент. Это должен быть сертификат не скидочный, а номинальный. То есть там должна быть цифра написана. Второе. Там должен быть дедлайн обязательно. Нет дедлайна, до свидания. И третье. Фраза, которую никто не пишет, но это самая важная фраза. можно передарить. Потому что если тебе дали что-то, а тебе это не надо, это оказывается в мусорном ведре. А если там будет крупно, можно передарить, то ты подумаешь, ага, у меня же есть брат, сестра, еще кто-то там, ну вот, они там ремонт делают, то есть я могу передарить кому-то. Понимаете? Люди не любят додумывать. Надо помочь им. Вот чем смысл. И вот эти три момента просто сделайте и это стимулирует сарафанное радио, как снежный ком. Вот так будет расти. Давайте вопросы. Во-первых, спасибо за прекрасное выступление, поаплодируем по-нашему. И начнем с вопросов. Так, секундочку. Здравствуйте, меня зовут Мерлик, я из команды FPF. Я хотел задать такой вопрос. Когда вы рассказывали о коллаборациях, я чувствовал, что вы как доллар-доллар посчитали, что вы даете и что получаете. А если, например, я не уверен, что от того, с кем коллаборирую, могу получать выгоду. Это такой риск. Можно и нужно идти на такой риск или лучше еще раз подумать и найти другой путь? Друзья мои, смотрите, хороший вопрос, но зачем тебе с кем-то работать, если ты не веришь в успех этого взаимодействия? Ну, нелогично. То есть, по большому счету, ты нашел такого партнера, ну, к примеру, и такой думаешь, блин, но у меня с этим партнером не сработает. Ну, ладно, я все равно пойду и с ним сделаю коллаборацию. Ну, то есть, сомнения, они всегда могут быть. Ну, то есть, вопрос веры и вопрос сомнений. То есть, если ты веришь в то, что это сработает, значит, это да. На самом деле, ребята, очень важный фактор. Ну, то есть, знаете, вот, когда ко мне приходят собственники различных компаний, мы там создаем стратегии, и они, ну, я им говорю даже какой-то инструмент, и я вижу, что этот инструмент, например, он не очень верит в этот инструмент. Я говорю, стоп, стоп. И он такой, да, я это сделаю, потому что ты авторитет, и, ну, то есть, я поэтому сделаю, не-не-не, уже ничего делать не надо. То есть, понятно, да, то есть, нужно, чтобы человек сам поверил в это, что это произойдет. Если он это делает, потому что ему кто-то там сказал, грубо говоря, а он в это не верит, ничего не получится. Он на подсознательном уровне всегда будет бороться с, ну, он будет доказывать, что он, типа, прав, что я же говорю, что это не сработает. Вот в чем смысл. Поэтому нужно обязательно верить в это. Если у вас есть какие-то сомнения, коллаборации действительно не такая уж и легкая штука. Объясню. У меня в школе это семь с половиной часов контента только коллаборация. Это семь с половиной часов контента, чтобы вы понимали. Нюансы, подводные камни, еще что-то. И когда, ну, если ты в этом разбираешься, то тогда, конечно, легко. А если, ну, так вот, ну, послушал и все, то есть, ну, как вот сейчас там пару роликов еще посмотрел, да, то, конечно, у тебя будет много каких-то сомнений, а вдруг сработает, а вдруг не сработает. Понимаете? То есть, если ты погружаешься в этом, ты начинаешь уже контролировать. У тебя первый раз хоба не сработало, ты хоб подкрутил и сработало. А если ты не знаешь, как это подкрутить, то сложнее. просто дело в том, что мой, как бы сказать, мой партнер, это правительство, так сказать, я хочу с ним коллаборовать. Например, у меня социальный проект, и я хочу сделать так, что для Армении, как бы они нас, для Армении сделать бесплатно, затем это они в европейском рынке нас программировали, вот так как-то. Если потенциальный партнер правительства, значит, все будет хорошо. Ну, это не точно. Но смысл в том, что даже если что-то с финансовой точки зрения там не особо сработает, ты сможешь говорить о том, что у тебя в портфеле правительство, то есть как бы как кейс это можешь использовать в дальнейшем. Почему нет? То есть необязательная коллаборация, она должна принести тебе сразу денег. Она могла, вот, например, у меня один из моих проектов, у меня есть студия мультипликации и мы делаем мультфильмы с ребенком в главной роли. То есть ребенок смотрит на себя в мультфильме и он ассоциирует. Это в 3D все происходит. И у нас, например, сейчас мы там работаем с банками. Денег там нет. Но мы уже с одним, со вторым, с третьим. Я уже совсем по-другому. Теперь я прихожу к какому-нибудь компанию, говорю, мы с этим банком работаем, с этим банком работаем, с этим банком. Они такие, о, все, интересно. А там денег нету с банками работы. Вот в чем смысл. Не всегда как бы тебе прямо денежная какая-то должен быть выхлоп в коллаборации. Это может быть как инвестиция взаимоотношения даже с человеком как вариант. Благодарю. Здравствуйте, меня зовут Сурин. Вот вы нам рассказали про действующий бизнес. Мы так как являемся стартапами, вот вы объяснили, как предложить себя, как, не знаю, найти силу. А вот как показать так, чтобы партнеры, с кем мы начали общаться, они нам, к нам доверились. Вот. Мы же стартапы, у нас ничего нет, ни портфолио, ничего. А вот как создать доверие, с кем хочешь? Я понял. Хороший вопрос. Спасибо. Смотрите, я пять раз привлекал инвестиции и в четырех конкурсах инвестиционных, в которых я участвовал, я в трех из них победил, включая один международный. И могу сказать, что вот этот вопрос доверия партнеров, ну там инвесторов, каких-то партнеров, он очень важный. Это правда. Я могу вам сказать свой лайфхак. А лайфхак так. Если ты хочешь привлечь инвестиции или же создать какое-то стратегическое… Ну давайте так. Если ты хочешь привлечь инвестиции, докажи, что они тебе не нужны. Как вам такая? Понимаете, о чем… Стоп, стоп. Я сейчас расшифрую. Люди не хотят давать деньги, ресурсы тем, кто в них нуждается. Ну вот так вот. Это риск, это страх. Ко мне человек приходит и говорит, у меня нет денег, я такой вот там несчастный, дай проинвестирую, пожалуйста, в мой проект. Как вы думаете, мне хочется ему дать денег? Нет. Я хочу давать деньги тем, у кого очередь из потенциальных партнеров, и я хочу побиться еще с ними, чтобы ему дать деньги. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам доверяли партнеры, вам нужно делать все, для того, чтобы как минимум они подумали о том, что они вам не особо нужны, и что вы без них справитесь. как только они поверят, то, что вы без этого взаимодействия, у вас все хорошо, вот тогда человек захочет вам принести и возьми мои деньги тоже, как говорится. если он почувствует страх, почувствует неуверенность, почувствует, что вот вы сами не сможете эту историю вытянуть, шансы становятся меньше. Я всегда получал деньги именно тогда, когда доказывал, что я и без них справлюсь. Да, это будет сложнее, да, это будет дольше, да, это может занять годы вместо там гораздо меньшего срока. Но вот прямо я заметил это. Как только потенциальный парнер чувствовал, что я и без него справлюсь, он такой, окей, давай работать. И вот этот вот, наверное, один из основных инсайтов, который я бы порекомендовал бы. Спасибо. Серянуш. Спасибо большое. Приветствуем вас в Армении. Надеемся, что здесь пребывание ваше будет незабываемым. Серянуш Винасян. Хотела у вас спросить конкретные случаи разницы работы в люксовом сегменте от все-таки от более эконом-класса, потому что все равно вот эта система коллабораций на люксовый сегмент работает немножко с опаской. Вы можете конкретно какие-то, может быть, на своих опытах давать примеры нам? Конечно. Смотрите, вопрос на люксовых сегментах, вопрос просто партнеров. Давайте так. Что? К примеру, давайте вот я нахожусь в определенной сообществе там интересных предпринимателей. Я постоянно же с ними коммуницирую. Я говорю, какой бы подарок тебе было бы интереснее, что ты за ним бы пришел. И вы знаете, то есть, ну вот один из последних случаев, к примеру, и пошив сорочки. Хороший подарок? Хороший. Ну, то есть, под вас шьется сорочка. Ну, к примеру, да, да, то есть, там стоимость, например, пошива сорочки, там 200 долларов, к примеру. И это хороший подарок. Я бы с удовольствием пошел бы, получил бы такой подарок, если бы мне, например, когда я покупал Порш, например, мне подарили бы в качестве подарка сшить сорочку. Я бы пошел бы и воспользовался. А потом пришел бы туда, мне еще нужен костюм, еще чего-нибудь. А для них себестоимость, по сути, этого пошива не такая уж и большая. Это гораздо выгоднее, чем тратить деньги на рекламу. Понимаете, то есть, в премиум-сегментах та же самая история. То есть, я очень много работаю с детскими центрами премиум-сегмента, где там обучение ребенка стоит там от 1000 долларов в месяц. То есть, та же самая история. То есть, мамы, они, ну, дают, там, даешь, например, какое-то занятие, например, 10 занятий там и гонишь из ювелирного магазина. Купи ювелирные украшения, получи там месячные там занятия в школе там ментальной арифметики, например, премиум-премиальном уровне. Здесь, когда ты, здесь самое важное выбрать партнера по твоей целевой аудитории. Это может быть даже продовольственный магазин, но есть эконом-продовольственный магазин, да, а есть премиальный сегмент продовольственный магазин. И даже оттуда мы можем брать людей. Почему нет? Вопрос конверсии доходимости. В среднем конверсия доходимости около 10-15%. 85% не пойдут. Понятно? Ну, то есть мы, вот те, которые не пойдут, это 85, но 15% это очень много. Особенно, если у тебя там по 100 человек в день трафика. Давайте еще. Давайте. Гамлет. У нас такие мощные ребята. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Были у вас провальные кейсы кросс-маркетинга и в чем была проблема, что не получилось, если есть такие? Конечно. Ну, смотрите, на самом деле, в основном, вот, то, о чем я говорил, это вот эти все инструменты, вот вы там посмотрите, там, TikTok, правильно мне рассказали, у меня там уже где-то около там 700 тысяч подписчиков, и там куча разных видео. И люди смотрят, бывает, в интернете там ролики, и они думают, что они уже все знают. Но на самом деле нет. Дело в том, что вот эти инструменты, которые я говорю, это краски. Но чтобы написать картину, нужно научиться с этими красками работать. Нужно научиться их компилировать, их класть на холст. Понимаете? А чтобы написать произведение искусства, так тем более. Так вот, если вы хотите разобраться, если вам зашло сами коллаборации, вот эти кроссы, что можно партнерки вот эти выстраивать, вам нужно начать в этом разбираться. То есть, как минимум, пересмотреть весь YouTube мой. Ну, и TikTok включительно. Как минимум. И тогда у вас появится полностью, ну, как бы уже, ну, понимание более четко. Там много действительно подводных камней. И бывает такое, что ты, например, когда мне приходит человек и говорит, Влад, мы сделали кроссы, не сработало. Я говорю, что сделали? Они такие, мы взяли и раздали пятипроцентную скидку на бриллианты в столовой. Понимаете? человек полностью говорит, блин, не сработало, мы сделали все верно. Я такого вообще никогда не говорил. Ну как, ты же говорил, что нужно взять купоны там, одно, второе. То есть, понимаете, человек где-то выхватил вот так вот, он взял не ту целевую аудиторию, скидку он сделал, а не номинал, не сделал контроль людей, которые раздают и что они говорят. Короче, там просто, там список из десяти пунктов, что он сделал неправильно. Но он был уверен, что он делает правильно. И, конечно же, не получается. Поэтому, если вы хотите разобраться, я вам действительно рекомендую, как минимум, эту историю все произучать. Вопросы? Да, следующий. Я бы хотела спросить по поводу примера, который вы привезли, покупатель Porsche и какой-то подарок в виде премиальной рубашки, которая счется именно на него с какими-то инициалами. Ну да, понятно, что оба люксовые вещи сопоставимы и нормально коллаборировать. Но суть коллаборации, как я понимаю, это привести еще больше покупателей Porsche. А рубашка, она не станет этим триггером. Максимум, что это даст, это лояльный юзер. Все. Хороший вопрос. Смотрите, но мы сейчас говорили, это в рамках продажи ателье, а не в рамках продажи машин. То есть, если рассматривать в рамках, что нам нужно продать Porsche, то тогда нам нужно подарок какой-то от Porsche давать, чтобы туда люди приходили. Наоборот, мы можем в ателье дать, к примеру, что-то, ну, к примеру, тот же самый какой-то сертификат, на 3 тысячи долларов на утрированное, сейчас не цепляйтесь словами, на покупку автомобиля. Тогда да, тогда люди будут покупать сорочки или люди там будут покупать в ателье, например, ну, там костюм себе шить, и они будут идти в салон. И тогда мы приведем туда клиента. В том примере, который мы разобрали, мы разобрали оттуда в этот, в пошив. То есть, там не продажа автомобиля, там продажа именно костюмов премиального сегмента. Вот я вот про эту историю разбирал. Понятно? Да. Но мы можем сделать наоборот, без проблем туда. Давайте еще несколько вопросов сразу, да, чтобы в совокупности ответил. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Айкас. У меня такой вопрос. Вот чем отличается рынок СНГ от рынка, вот международного рынка? Вот эта платформа работает на СНГ, а вот будет ли работать вот эта платформа на международный уровень? Смотрите, на самом деле я выступаю очень много где и в разных странах и могу сказать, что коллаборации, они везде коллаборациями. Ну то есть, что такое коллаборация? Это же взаимоотношения. Ну по сути. Но вы же выстраиваете взаимоотношения между друг с другом. Ну, просто вопрос, что кто-то умеет это делать правильно, а кто-то не умеет это делать правильно. А какая разница в какой-то стране, в каком-то городе. Мне многие говорят, твои инструменты работают только в больших городах. Да почему в больших-то? В маленьких наоборот гораздо лучше работает, потому что быстрее об этом люди узнают, сарафанное радио быстрее происходит. Ну то есть, смысл не в том, что где-то это работает, а где-то это нет. А смысл в том, что как ты это делаешь. А ментальность это не мешает? Вообще никак. То есть, совершенно. Есть некоторые, например, в Казахстане, например, там они вообще, они такие, и они там уже сами по себе постоянно коллаборируются. В Дагестане, например, я вот в Махачкале много раз выступал, они там и без меня все коллаборируются. Ну то есть, но они, правда, это делать никто неправильно. И когда я, например, прилетаю, и они видят, что можно это сделать правильно, ну то есть, а не просто как, а, давай вместе, а, ну пошли. Ну вот. А то они говорят, блин, вот это здорово. То есть, вопрос, это технология. Это технология, которая, так же, как и интернет-маркетинг, так же, как и там какой-нибудь там какие-то, ну, наружная реклама там, да. То есть, это технология, как это сделать правильно. А здесь ты за счет выстраивания партнерских взаимоотношений делаешь результат, привлекаешь трафик без затрат на рекламу, создаешь добавочную ценность и увеличиваешь чек. И вот, собственно говоря, из этого и работает. Ждаешь. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Вагаган. И мне интересно, вот вы рассказывали, привели пример, что вы на одном из форумов вышли и задали вопрос про тот вопрос, который можете сделать полеты бесплатно. Вот почему вы вышли в зал и рабочую идею дали всем находящимся там. Потому что все равно никто не делает. А что вы хотели от этого человека, которому задали вопрос? Хотел обратную связь получить и потом как кейс использовать, чтобы вам рассказать спустя много лет. Окей, ладно. Спасибо. На самом деле, ребят, это у меня столько проектов было, достаточно таких, ну, это революционных и этот, могу сказать так, что если вы боитесь рассказать свою какую-то идею кому-то, вы так с ней будете. Не надо бояться. Сейчас лучше, лучше, когда вы что-то придумали, ну, это мое мнение, ребят, это, ну, это мое мнение, то, когда я, например, ее транслирую, то получается обратная связь какая-то. Появляются какие-то интересные люди, которые поддерживают, например, там тот или иной проект, появляются какие-то интересные решения, мысли, понимаете, то есть и это дает наоборот развитие. А когда я придумал, что никому не скажу, никому не скажу, буду сидеть с ней, ну, так всю жизнь и сидеться. Я просто очень много, я много в жюри инвестиционных различных, конкурсных хожу, я вижу вот это вот, как ребята молодые, особенно, они что-то придумали и очень боятся, никому не рассказывают еще чего-то. Ребят, чем больше вы начинаете транслировать, но не просто там всем подряд, а каким, ну, экспертному какому-то совету, каким менторам, там, консультантам, возможно, с кем-то вот, людям, которые, ну, более-менее, кому вы доверяете. Ну, вот, то есть, это только в плюс вам пойдет. Не бойтесь. Да, было интересно оказаться в Бермудском треугольнике. Спасибо огромное, Владислав Бермуда. Пожалуйста. Я уверена, что у каждого будет свой результат. Да, я бы закончил бы притчей, если можно, есть минутка? Вот. На самом деле есть одна притча очень такая, которая мне нравится, мне кажется, что она вам очень сильно подойдет. Однажды отец приехал домой и решил подарить своему сыну автомобиль на выпускной. И отец, сын приходит в гараж, открывает брезент, а там старый, старый такой, ну, старый автомобиль. Он говорит, пап, это что? Он такой, это тебе подарок на выпускной. Это же рухлить. Он говорит, ну, попробуй поедь, продай, может быть, что-то выручишь. Он поехал на рынок, приезжая, говорит, 100 долларов предложили. Говорит, я не стал продавать. Он говорит, ну, может быть, на другой рынок съездить, может быть, там получше, там в автосалон. Он поехал, говорит, 1000 долларов, тоже ни о чем. Говорит, там еще ребята приезжали, может быть, им предложить, там они разбираются в машинах, Может быть, им покажешь. Он поехал, возвращается. 300 тысяч долларов, папа! Он такой, да? Он говорит, да не, они окружили машину. Говорят, это какой-то старый Форд, которых всего лишь 5 штук в мире остались. Они стали аукцион там просто. 300 тысяч долларов предложили прямо сейчас за эту машину. Это какая-то фантастика. На что отец сказал, вот видишь, сынок, очень важно оказаться в том месте, где тебя оценят по достоинству. Поэтому будьте в том месте, где вас ценят. Будьте с теми людьми, которые вас ценят. Создавайте взаимоотношения, коллаборации с теми, кто вас ценит. И у вас все будет хорошо. У меня есть, я есть в социальных сетях. Вот, можете меня найти. Был рад быть для вас полезным. Все, я... Благодарю. Держите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok